Детская команда по слэдж-хоккею «Умка» из Одинцова участвовала в турнире «Невский мост дружбы». Все подробности узнаем у главного тренера муниципального казенного учреждения спорта «Физкультурно-оздоровительный клуб» для спортсменов-инвалидов «Одинец Галины Вартанян». Здравствуйте, Галина Владимировна. Рада приветствовать вас в студии у нас. Расскажите, пожалуйста, сколько готовились ребята к такому турниру? Добрый день. Я очень благодарна, что тема спорта инвалидов и, в частности, наша детская слэдж-хоккейная команда заинтересовала, и меня пригласили к вам. История нашей команды началась в 2017 году, после образования Всероссийской детской слэдж-хоккейной лиги. Это случилось в конце 2016 года, а с 2017 года руководство лиги начало создавать при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко детские команды слэдж-хоккея во всех регионах России. Это и в Бердске, и Красноярский край, и Новосибирск, и Санкт-Петербург, и Оренбург. Большая территория была охвачена созданием этих команд, ну, в том числе и создали команду в Одинцово. Причем весь инвентарь и экипировка фонд передал лиге бесплатно. Лига, в свою очередь, передала всем командам, оснастила все команды. И вот с этого началась история в 2017 году. В этом году, в ноябре месяце, мы будем праздновать вторую годовщину со дня создания команды. И к этому дню у нас уже стал традиционным турнир, на который мы пригласим команду из Санкт-Петербурга, Аврору, команду Крылья Советов и Снегири из Москвы. Я так понимаю, на турнире, в котором вы были, были эти команды, правильно я понимаю? Уже встречались. Да, нас пригласила команда Аврора из Санкт-Петербурга. Руководит этой командой замечательный человек Андрей Васильевич Иванов. И еще была приглашена команда Крылья Советов из Москвы. И вот прошел такой турнир, дружественный турнир. Самое главное в этом турнире, это было общение детей, встреча наших трех команд на Питерской земле. Замечательная ледовая арена «Стрельно». Турнир показал, что наша команда очень прибавила в своем мастерстве. И я даже не побоюсь сказать, что перешла на новый уровень своего развития. Этому во многом поспособствовала приход в нашу команду заслуженного мастера спорта, нашего земляка Селюкина Вадима Николаевича. Да, кстати, хотелось бы понимать, кто тренирует ребят. Ведь в первую очередь ребята смотрят как на икону, правильно, на своего тренера. Кто тренеры этой команды? Начинали подготовку ребят тренеры по обычному традиционному хоккею. Это Клементьев Сергей Сергеевич, который сейчас возглавляет отделение хоккея школы Одинцова. И Чистякова Оксана Александровна. Вот им стоило многих трудов детей приучить к сидению в санях, затем к катанию в санях. Они очень-очень много вложили сил в то, чтобы дети хотя бы начали двигаться. Начали двигаться. Ведь слэдж-хоккей – это такой вид спорта, где скоростные качества играют очень-очень большую роль. Самые лучшие игроки, вы знаете, как это вот неприскорбно было бы сказано, самые лучшие игроки в слэдж-хоккей – это ампутанты. Собственно, они и изобрели этот вид спорта. Это было в середине 60-х годов. В Швеции появился этот вид спорта – слэдж-хоккей. Вместо коньков используются сани с двумя полозями. Их конструкция состоит, вот их двух полозей, через которые, сквозь которые пролетает шайба. А у каждого игрока две клюшки, но небольшие. Один конец, который предназначен для ведения шайбы, а второй конец клюшки оснащен шипами, при помощи которых игрок отталкивается. То есть из этого следует, что у игрока в слэдж-хоккей верхняя часть туловища должна быть совершенно здоровая, максимально здоровая. И этот вид спорта предназначен для людей с поражением опорно-двигательного аппарата с нарушением функциональности нижней части туловища. Вот детки у нас подобраны, не то что подобраны по такому принципу, а так случилось, что в команду пришли дети, которые в большинстве обладают именно такими качествами. Когда они уже прозанимались полтора года, Вадим Николаевич Селюкин, наш заслуженный человек, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, кавалер двух орденов мужества, закончил с большим спортом и пришел к нам в команду тренером. И, конечно, ему удалось вывести ребят на новый уровень. Почему? Потому что все-таки техника отличается. Я нисколько не хочу умилять старания, достижения и тот труд, который вложили и вкладывают до сих пор наши тренеры Оксана Александровна и Сергей Сергеевич. Но с помощью Вадима Николаевича ребята постигли тонкости, которые свойственны только слыш-хоккею. И, естественно, это нормально, это нормально. И даже неудивительно, что мы достигли успеха сейчас в этом турнире. Где занимаются ребята? Сколько раз в день тренировка? И как можно попасть? Ведь, возможно, наши телезрители заинтересуются и захотят, чтобы дети их занимались у вас. Наши занятия проходят в Ледовом дворце «Армада» в городе Одинцово, улица Молодежная, 15. Занимаемся мы пока два раза в неделю, в субботу и в понедельник. И более того скажу, в нашу команду объявляется набор ребят с поражением опорно-двигательного аппарата, как я уже сказала, с нарушением функциональности нижней части туловища. Возраст ребят от 11 до 15 лет. Пожалуйста, приходите к нам на просмотр в понедельник в 14 часов и в субботу в 19 часов. Спорт, конечно, помогает здоровью, это однозначно. И я думаю, что это очень хороший выплеск позитивной энергии. Все-таки, ребята, с каким настроением приехали после турнира? Настроение у всех, естественно, было хорошее, боевое. И они настроены еще играть, 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 кататься и кататься. Мы приехали, мы вернулись в воскресенье поздно вечером, а в понедельник в 14 часов все как один были на тренировке. У ни у кого даже не возникла мысль отпроситься, что устали, там все-таки напряженные две игры были. Нет, ребята у нас боевые, с настроением и с желанием. И развиваться и дальше. Они дружат между собой? Родители, дети? Да. Вы знаете, сейчас вот по этой поездке я еще раз убедилась, какая у нас хорошая и сплоченная команда. У нас очень воспитанные дети, у нас очень прекрасные, понимающие и думающие родители. И, вы знаете, не каждый, наверное, человек, не каждый человек может не падать духом в каких-то ситуациях. А ситуации у наших родителей, ну, скажем, жизненные, не очень простые. Половина ребят колясочники, вот, половина, остальная половина тоже, у них всех статус ребенок-инвалид. Поэтому низкий поклон родителям, сколько они им уделяют времени, сил нам, людям здоровым, слава Богу. Надо поучиться порой. И от них перенять такое же жизнелюбие, вспоминать об этом, когда у нас с вами, у здоровых людей, наступает какой-то час уныния. Эти люди, у которых жизнь складывается гораздо сложнее нашей, они порой даже крепче психологически, морально. Если говорить о клубе в принципе, то на какие секции могут еще прийти к вам спортсмены? Вы знаете, как таковых секций у нас нет. У нас проводятся занятия с детьми и со взрослыми. Детки у нас занимаются на лыжероллерной трассе, зимой, лыжи, летом ОФП. Взрослые у нас ходят в помещение клуба Ноговорова, где играют в настольный теннис, в дартс. Три раза в неделю мы посещаем волейбольный дворец, тренажерный зал. Один раз мы посещаем бассейн. В Дюшор, в Одинцово, на Можайском шоссе, 109А. Поэтому у нас и взрослые дети, особенно взрослые, они у нас заняты шесть раз в неделю. Слава Богу, как говорится, что у нас есть такие возможности. Все это на безвозмездной основе. Абсолютно. И вот пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить наше руководство, председателя комитета физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Алянича Алексея Юрьевича. Хотела бы поблагодарить руководителей спортивных объектов. Вот у нас есть такой Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс. Это волейбольный дворец и ледовая арена. Ледовая арена у нас бесплатно предоставляется. Волейбольный дворец. Мы небольшие деньги, но мы все-таки платим. Их руководитель Антонов Сергей Александрович. Совершенно замечательный человек, внимательный. И также его заместители, которые руководят вот этими двумя спортивными сооружениями. Волейбольным дворцом руководит Бигиашвили Шатал Малхазович. А ледовым дворцом руководит Сервецкий Игорь Викторович. И вот от всех наших ребят, от родителей детей, я бы хотела им выразить большую-большую благодарность за то внимание, которое они нам оказывают. Они реагируют на каждую нашу просьбу. Ничего без внимания не остается. Это, конечно, очень большой плюс. Скажите, пожалуйста, откройте секрет, а вы тренируете кого-нибудь? Да, вы знаете, с этого года у нас начались занятия по пулевой стрельбе. Очень интересно. Сколько же, сколько занимается человек? Пока у нас занимается один парень, способный. Дело в том, что год назад для того, чтобы ребятам внести разнообразие в занятия, я их стала водить в Тир-де-СААФ. Договорилась, что ребята будут приходить раз в неделю стрелять. Там винтовки такие простые. Ребятам это понравилось. И к нам как раз в этот момент, в этот клуб, к нам пришел парень, в прошлом военный, который, переболев, получил осложнение на позвоночник. И, вы знаете, получилось так, что я заметила, что он хорошо стреляет. Даже без специальной экипировки. То, что стрелкам вообще положено. И приняла решение, что нельзя терять такого парня, нельзя терять его способности. Тем более, что у нас есть возможность, где тренироваться, из чего тренироваться. И вот уже с этого года у него начались занятия. Также я приглашаю парней в возрасте от 18 лет, у которых есть желание заниматься пулевой стрельбой. Где вы тренируетесь? Мы тренируемся на Говрово. Мы выезжаем на спортивное стрельбище в Голицыно. По договоренности с руководством. Пока мы делаем первые шаги в этом направлении. Но я бы хотела пригласить желающих. Значит, все подряд не могут быть приняты. Какие должны быть условия, чтобы человека взяли на пулевой стрельбой? Во-первых, человек должен быть, опять же, как не прискорбно об этом говорить, человек должен быть с инвалидностью. С поражением опорно-двигательного аппарата. Опять же, как и в флэш-хоккее. С нарушением функциональности нижних конечностей. Но здесь надо смотреть по прибытии человека. По прибытии. Но группа именно такая. Именно по-да, это называется. Поражение опорно-двигательного аппарата. Поэтому у кого будет желание, пожалуйста. С удовольствием познакомимся. Ну, если со стрельбой не получится, у нас есть много чем заняться. Хотела бы отдельно тоже сказать про стрельбу из лука, которая культивируется в нашем клубе. Более того, она не просто культивируется. У нас спортсмены, члены паралимпийской сборной России. Чемпионы и призеры и России, и Европы, и мира. Поэтому в секцию, вот здесь уже можно, наверное, немножечко сказать, как секция. Тоже приглашаем от 18 лет людей с инвалидностью, с поражением опорно-двигательного аппарата. И хочу заметить, что наши стрелки, трое из четырех колясочники инвалиды первой группы. В общем, не стоит стесняться и надо обязательно приходить. Не сидите дома, не сидите дома. Не надо сидеть дома. Приходите. У нас прекрасная возможность. Есть заняться тем или другим видом спорта, либо просто физкультурными занятиями. И прекрасно проводить время, еще возможность познакомиться. Абсолютно. Да, познакомиться. Потом, что я бы хотела еще отметить отдельно. Наши ребята ездят на соревнования. То, что касается массового спорта, не спорта, а высших достижений, как то у нас лучники. Отдельная история – это слэш-хоккейная детская команда. Есть такие соревнования «Спартакеада инвалидов Московской области». Она ежегодно проходит в Раменском. И вот впервые за время существования клуба Наши ребята среди 27 команд поднялись до 10-го места. Я считаю, это очень высокое достижение. И произошло это благодаря нашим тренерам, которые у нас с ребятами занимаются. Учат их прекрасные молодые тренеры. Смельгина Алиса Викторовна, мастер спорта по лыжным гонкам. Она занимается с детьми, лыжами. Занимается с детьми и со взрослыми ОФП. А у нас есть молодой специалист по адаптивной физической культуре. Шеридека Роман. Он занимается с группой детей-аутистов. Это очень-очень сложное направление. Кропотливый труд. Да, кропотливый труд, сложная работа. И я очень горжусь созданием этой группы. Я очень горжусь, что такой вот у нас специалист, парень, молодой парень, ему всего лишь 23 года. Но опыт работы у него уже есть. И не так много даже в области существует таких групп. И таких, а еще, притом таких специалистов. Родители очень довольны детей-аутистов. Нигде они не могли до прошлого года, нигде они не могли их пристроить. В Москву ездить – это просто невозможно. Здоровый человек устанет. Поэтому, когда они обратились к Алексею Юрьевичу Аляновичу, председателю комитета физической культуры и спорта, нам с ним было принято однозначное решение. Не просто, что мы должны помочь, а мы обязаны. Обязаны организовать занятия для таких детишек. И вот, слава богу, по сей день это продолжается. И все довольны. И еще ребятишки приходят. И в скором времени мы и вторую группу организуем. В тренажерном зале со спортсменами нашими работает мастер спорта международного класса. В прошлом член сборной команды Советского Союза по тяжелой атлетике Тавсултанов Аиндей Ахмедович. Он работает в нашем клубе со дня основания. И, кстати, в этом году исполняется 15 лет нашему клубу. Наш клуб был основан в 2004 году. И на ежегодно проводимом нашем фестивале в декабре месяце мы это событие будем как-то празднично отмечать. Я обязательно надеюсь, что попаду на ваш праздник. Наша беседа подходит к концу. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию и уделили время в таком графике. Это была программа «Специальное интервью». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok